Итак, давайте теперь по аналогии с ограничениями на длину синхронизирующих слов мы также можем рассматривать ограничения на длину самых коротких мартальных слов для автоматов. Давайте я напомню, откуда у нас вообще бралось это определение. Мы говорили про максимальные коды, то есть коды, которые не являются собственными подмостями никаких других кодов. И мы выяснили, что для кодов, которые распознаются конечными автоматами, свойство быть максимальным — это то же самое, что быть полным. А где полнота означает, что всякое слово является фактором некоторой конкатенации кодовых слов. И, соответственно, полные коды соответствуют автоматам, которые не имеют мартальных слов. Так, значит, давайте я напомню, что слово называется «мортальным» для автомата «а». И здесь уже в качестве автомата мы можем брать недетерминированный конечный автомат. Если оно переводит каждое состояние «а» в пустое множество. Давайте начнем обсуждение, опять же, с детерминированных автоматов. Соответственно, у нас есть некоторый детерминированный автомат. Необходимым достаточным условием для того, чтобы в нем было мартальное слово, является то, что хотя бы один переход в нем должен быть неопределен. То есть, хотя бы для одного состояния должна существовать буква такая, что для пары это состояние и эта буква функция перехода не определена. Соответственно, в верхнем примере у нас есть состояние 1. И таким вот образом, символически, я просто обозначаю, что переход по букве а1 из этого состояния не определен. Давайте убедимся, что действительно это необходимые и достаточные условия. Ну, понятно, что оно необходимое, потому что для того, чтобы… Если у нас для каждого состояния определены действия всех букв, то, соответственно, каждое состояние будет под воздействием каждого слова переходить просто в какое-то другое состояние, соответственно, оно не может перейти в пустое множество. В обратную сторону, если у нас есть некоторое неопределенное состояние, то мы делаем примерно то же, что мы делали в случае синхронизации. Мы начинаем с множества всех состояний в автомате. Мы берем наше состояние, из которого по какой-то букве у нас есть неопределенный переход. И теперь по очереди каждое активное состояние мы переводим некоторым словом в состояние с неопределенным переходом. Здесь я, конечно, подразумеваю, что у нас автомат является сильно связанным. Мы переводим каждое активное состояние по очереди в состояние с неопределенным переходом и затем применяем этот неопределенный переход. Таким образом, мы можем все активные состояния по очереди перевести в пустое множество и таким образом мы все множество состояния автомата переводим в пустое множество. Соответственно, что значат «мортальные слова» в терминах автоматов и кодов? Ну, в терминах автоматов они просто означают, что если мы применяем «мортальное слово», по сути, мы теряем контроль над нашим автоматом полностью, потому что в каком бы изначально состоянии он ни находился, в конце он будет находиться в каком-то неопределенном положении, поскольку для каждого состояния будет произведена, по сути, запрещенный переход. С другой стороны, для кодов это означает просто тот факт, что если у нас есть некоторое «мортальное слово» для соответствующего автомата, то для кода ему соответствующего это слово просто не имеет никакого контекста такого, что вместе с этим контекстом оно могло бы быть раскодировано. Если мы вспомним определение полного кода, то полный код — это как раз код, в котором к любому слову мы можем слева и справа что-то дописать таким образом, чтобы полученное слово можно было факторизовать над нашим кодом. По аналогии с синхронизацией логично задаться вопросом, каким может быть самое короткое «мортальное слово», если оно вообще существует. Почему мы каждое состояние в очередь приведем вот в это? Почему в этом случае всё получится? Почему это будет слово? Мы применяем слово, которое переводит состояние в состояние с неопределенным переходом для каждого активного состояния, то есть мы начинаем с множества всех активных состояний, к ним мы применяем слово, которое какое-то из них переводит состояние с неопределенным переходом и применяем этот переход. Соответственно, хотя бы одно активное состояние у нас перейдет в пустое множество таким образом. Вы можете это себе представлять как то, что мы на каждое состояние кладем монетку и потом все эти монетки вместе двигаем согласно действию одного и того же слова. Соответственно, когда у нас применяется неопределенный переход, мы монетку просто снимаем. Да. То есть если у нас было какое-то активное состояние, и мы его перевели в это состояние с неопределенным переходом, потом применили этот неопределенный переход, у нас то же самое состояние могло из какого-то другого стать снова активным. Да. Но как бы это уже будет другая монетка. Итак, пусть у нас есть некоторый уже частичный детерминированный конечный автомат, то есть детерминированный конечный автомат, в котором неопределено хотя бы один переход, и в нем есть N-состояние. По аналогии с случаем синхронизации можно задаться вопросом о том, каким может быть самое короткое мортальное слово для такого автомата. и несложная теорема, принадлежащая Ростцову, говорит следующее, что длина самого короткого мортального слова для такого автомата не превышает... Давайте мы будем предполагать везде, что автомат является сильно связным. Вообще говоря, в этом случае это не обязательно, но поскольку мы потом все равно перейдем к сильно связным автоматам, то можно для простоты сразу этот случай рассматривать. Более того, эта оценка является точной. То есть существует бесконечная серия автоматов, которые этой оценки достигают. Давайте сначала верхнюю оценку докажем. По сути, мы уже все, что нужно, для нее сказали. У нас есть некоторый автомат с хотя бы одним неопределенным переходом. Если он сильно связанный, то для того, чтобы перевести некоторое состояние в состояние с неопределенным переходом, нам потребуется слово длины не более чем n-1. Затем мы применяем этот неопределенный переход. Это нам стоит слово длины 1. И такой процесс мы повторяем для каждого состояния. Таким образом мы можем просто доказать квадратичную оценку. Соответственно, совсем простым образом у нас получается оценка n-квадрат. Как получить оценку лучше? Давайте заметим, что просто сумма расстояний до нашего состояния с неопределенным переходом, как раз таки, если мы для каждого состояния посчитаем кратчайший путь до состояния с неопределенным переходом, и к каждой длине такого пути добавим единичку, мы как раз таки и получим 1 плюс 2 плюс так далее, плюс n, что и представляет из себя n на n плюс 1 пополам. То есть мы сначала можем непосредственно, мы начинаем снова таки с множества всех активных состояний. Сначала мы можем убить, то есть перевести в пустое множество состояние, у которого уже есть неопределенный переход. Для этого нам потребуется слово длины 1. Затем мы можем... У нас есть некоторое состояние, которое, чтобы убить, нам нужно слово длины не более чем 2 и так далее. С другой стороны, чтобы показать нижнюю оценку, давайте посмотрим на пример вот такого автомата. В нем, в отличие от того, что мы рассматривали раньше, алфавит будет зависеть от числа состояний. То есть он будет не бинарным, он будет растущим вместе с числом состояний. Значит, в этом примере у меня есть 4 состояния, и здесь в общем случае у нас n состояний, и буквы действуют следующим образом. а1, первая буква, не определена для состояния 1, и все остальные состояния она оставляет на месте. Это такая специальная буква, которая позволяет как раз таки и убивать состояние по одному. Все остальные буквы, а2 и так далее, аn, действуют как перестановка двух соседних состояний, то есть буква а и т действует как перестановка состояний и минус 1, и и. В частности, а2 переставляет 1 и 2 и оставляет все остальные состояния на месте. То есть мы можем видеть, что 3 и 4 остаются под воздействием а2 на месте. То же самое касается а3, она переставляет 2 и 3, и 1 и 4 остаются на месте. Ну и так далее. И теперь мы можем применить ровно тот же аргумент, но как бы в обратную сторону, что посмотрим на сумму всех активных состояний в автомате. Мы начинаем с множества всех активных состояний. Соответственно, у нас сумма n на n плюс 1 пополам. И затем заметим, что применение каждой буквы уменьшает сумму всех активных состояний, номеров всех активных состояний, не более чем на единичку. Ну, действительно, а1 переводит единичку в пустое множество, то есть уменьшает на единичку и оставляет все на месте. И все остальные буквы, либо если у нас оба состояния активны, 1 и 2, и применяется двойка, то просто ничего не происходит, у нас снова все те же состояния активны. Либо если не более чем одно из них активно, то у нас либо двойка переходит в единицу, то есть сумма состояний уменьшается на единичку, либо если единица активна, а двойка нету, то наоборот она увеличивается. Соответственно, за один шаг, за применение одной буквы мы можем уменьшить сумму активных состояний не более чем на единицу. И таким образом мы получаем, что длина самого короткого мортального слова для такого автомата не меньше, чем n на n плюс 1 пополам. Разумеется, естественно, рассматривать автоматы, у которых размер алфавита сравнительно небольшой, то есть желательно константный. И, разумеется, во многих случаях просто возникают автоматы, которые являются бинарными, то есть над алфавитом длины 2. В этом случае известная нижняя оценка тоже квадратичная, но уже порядка n квадрат на 4 плюс о большое от n. Я приведу один такой пример. А именно я приведу серию бинарных автоматов, у которых длина кратчайшего мортального слова это n квадрат плюс 4n минус 1 на 4. Это близко к тому, близко к оптимальной границе известной. Соответственно, остается зазор между вот этой вот верхней оценкой n на n плюс 1 пополам и нижней оценкой порядка примерно в два раза хуже, чем верхняя. Это еще одна открытая проблема, которая возникает вот в связи с бинарными автоматами. Итак, давайте посмотрим на следующий пример, который принадлежит Прибавкиной. У нас автомат состоит из двух циклов. Внутренний цикл с состояниями от 1 до m. На нем действие букв происходит следующим образом. У нас обе буквы а и b переставляют каждое состояние в следующее по циклу, кроме последнего состояния m, которое по букве а переходит в первое состояние, а по букве b переходит вне этого цикла. Это единственный способ покинуть этот цикл внутренний. Кроме того, у нас есть внешний цикл из m минус одного состояния, точнее, это не цикл, это как бы цепь состояний, которые по букве а у меня, они обозначены 1 штрих, 2 штрих, 3 штрих, переходят в следующее состояние, то есть 1 штрих переходит в 2 штрих и так далее до состояния. Соответственно, это у нас соответствует m минус 1 в общем случае. И для состояния m минус 1 действие буквы а не определено. Буква b же, каждое состояние на этой цепи переводит в следующее состояние в цикле, то есть в состояние с номером на единичку больше в цикле, таким образом, что если мы разобьем наше состояние на пары i и i штрих, то переход по букве b из состояния i и из состояния i штрих одинаков, то есть по сути, когда мы переходим из какого-то состояния на цепи в следующее, то мы делаем то же самое, как если бы мы вообще не покидали цикл. Теперь, чтобы получить для этого автомата нижнюю оценку на длину кратчайшего мартального слова, давайте заметим, что если мы опять же разделим состояние на пары i и i штрих, у нас получается m минус 1 такая пара и остается одно состояние m, которое ни с кем не идет в паре. То для того, чтобы разумеется, мы можем слить два состояния из одинаковой пары, но для пары состояний из разных пар, никакую пару состояний из разных пар мы слить не можем, поскольку у нас действия всех букв просто циклически переставляют пары состояний. это значит, что единственный способ уменьшить число активных состояний в таком автомате это перевести активное состояние в состояние m минус 1 штрих и затем применить букву a. Давайте мы начнем с некоторого подножства активных состояний. Разумеется, если мы начинаем с подножства активных состояний, это нам дает нижнюю оценку на длину мортального слова для множества всех состояний. Итак, мы начнем с множества активных состояний, просто все состояния на цикле, на внутреннем цикле. Теперь соответственно, мы не можем слить никакую пару активных состояний, потому что они все из разных пар и и штрих и единственный способ построить мортальное слово для такого автомата это взять некоторое активное состояние и перевести его в состояние m минус 1. В процессе этого мы сначала применяем букву b и это значит, что если у нас до этого какие-то активные состояния были на цепи, то они перейдут обратно на цикл. И после этого мы применяем букву a достаточное количество раз, чтобы попасть в состояние m минус 1 и потом применяем неопределенный переход. В процессе применения буквы a у нас снова-таки состояния переходят по циклу и никакое из состояний при применении a не покидает этого цикла, поскольку единственный способ покинуть цикл это применить здесь b. Таким образом мы начинаем с m активных состояний, применяем сначала b и затем a m минус 1 раз. У нас получается, что кратчайшее мартальное слово обязательно будет выглядеть следующим образом. Это b a в степени m минус 1. Таким образом мы убиваем состояние 4, то есть переводим состояние 4 в пустое множество. И затем заметим, что после применения такого слова состояние 4 не может быть активным, потому что если мы его прочитаем просто назад, переходя по стрелкам в обратную сторону, то мы увидим, что никакое состояние ему не соответствует. Таким образом, чтобы далее убить какое-то активное состояние, нам надо сначала перевести его в состояние 4 и потом применить все то же слова. Это можно сделать словом длины не меньше, чем единичка нам потребуется, чтобы сделать это состояние активным, поскольку до этого оно было неактивным. И снова мы применяем то же самое слово, в результате которого одно состояние из активных умирает, а все остальные просто как-то перемещаются по циклу и опять же не сливаются. таким образом мы получаем следующую нижнюю оценку на длину кратчайшего синхронизирующего слова. Значит, здесь нам сначала мы применяем какое-то слово длины m и затем мы применяем для каждого из оставшихся активных состояний на цикле мы применяем слово длины m плюс 1. Получается нижняя оценка в m квадрат плюс m минус 1 и все, что нам остается это подставить то, что m то, что m это 2m минус 1 соответственно m это n плюс 1 пополам мы подставляем это сюда и получаем вот эту вот нижнюю оценку на длину кратчайшего мартального слова для такого автомата. Чем этот автомат примечательен? Тем, что снова-таки один из кодов, который соответствует одному из его состояний является конечным. Если мы посмотрим на состояние под номером m, под номером 4 в данном случае и посмотрим на то, какой код является множеством слов первого возврата этого состояния, то мы увидим, что это все слова длины m, которые начинаются с a и затем идет любая из букв a и b соответственно это a и дальше a b в степени m-1 или же это слова которые начинаются с b и затем читается любая из букв a или b a m-2 раза и если это слово было b и затем a несколько раз то в конце должно быть b таким образом получается что множество всех слов которые являются словами первого возврата состояние n это все слова длины n кроме одного единственного слова которое переводит состояние m в пустое множество а это слово b a в степени m-1 то есть код который соответствует этому автомату он конечный и выглядит следующим образом у него все слова длины m кроме одного конкретного слова этот код обладает следующим любопытным свойством соответственно если мы теперь вспомним соответствие между мортальными словами для автоматов и словами которые у нас возникали в определении полного кода то мы увидим что самое короткое слово значит этот код не является полным потому что для его автомата существует мортальное слово но самое короткое слово w такое что такое что оно не является фактором никакого 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 слова в x-озвездой оно оно как мы собственно доказали имеет длину m квадрат плюс m минус один то есть еще раз с одной стороны этот код не является полным таким образом для него существует слово которое не является фактором никакой конкатенации кодовых слов а с другой стороны кратчайшее слово которое обладает этим свойством оно имеет не менее чем квадратичную длину на самом деле несложно проверить что если мы применим вот ровно это слово к автомату то оно будет мортальным то есть это и есть на самом деле самое короткое мортальное слово то есть это и есть самое короткое слово которое не является фактором никакого никакой конкатенации кодовых слов соответственно Опять же, вспоминая, вот здесь мы дали оценку через число состояния в автомате на длину кратчайшего мартального слова, но точно так же мы можем задать тот же самый вопрос в терминах длины самого длинного кодового слова. В этом коде у нас все слова имеют одинаковую длину, и длина самого короткого слова, которое не является фактором никакого слова в х-звездой, она не менее чем квадратичная. Логично задаться вопросом о верхних оценках на длину такого слова, и в этом случае для префиксных кодов несложное упражнение состоит в том, что длина такого слова, она всегда не превосходит 2k квадрат, где k это длина самого длинного кодового слова. То есть если у нас есть некоторый префиксный код, у которого длина самого длинного кодового слова, k, то всегда существует слово длины не более чем 2k квадрат, и не менее чем, как мы видим, k квадрат плюс k минус 1, которое не является фактором никакого слова в х-звездой. Тот же самый вопрос можно задать для произвольных конечных кодов вместо префиксных кодов. Пусть у нас есть некоторый неполный конечный код x, а тогда гипотеза аристива говорит о том, что для него существует я напишу коротко мортальное слово, то есть снова-таки слово, которое не является фактором никакого слова в х-звездой, длины не более чем 2k квадрат. То есть гипотеза аристива говорит о том, что в случае кодов в случае кодов выполняется та же самая верхняя оценка, что и в общем случае. Значит, здесь есть, можно видеть определенный зазор между верхней оценкой и нижней оценкой в случае префиксных кодов, но он небольшой, он между 2k квадрат и k квадрат. В случае гипотеза аристива все гораздо хуже, потому что можно дать довольно тривиальную экспоненциальную верхнюю оценку на эту величину, но никакой полиномиальной верхней оценки неизвестно. То есть у нас получается огромный зазор гипотеза аристива говорит о том, что это не меньше, не больше, чем 2k квадрат. Лучшая известная нижняя оценка соответствует просто префиксным кодам, неизвестного никакого общего кода, у которого длина кратчайшего мортального слова была бы больше, чем у префиксного кода, который я привел. И при этом никакой полиномиальной оценки верхней вообще не доказано. То есть по сути мы получаем еще одну гипотезу по аналогии с гипотезой бископа Пландовски с очень большим разрывом между тем, что предполагается этой гипотезой и тем, что известно на самом деле нижними оценками. И вот теперь мы плавно переходим от случая префиксных кодов к случаю произвольных кодов. И для этого мы можем снова же, вот мы обсудили верхнюю оценку через длину самого длинного кодового слова. Мы можем теперь задать аналогичный вопрос для верхней оценки через число состояния автомата, которое в случае буквальных автоматов или в случае цветочных автоматов как раз-таки полиномиально-эквивалентно суммарной длине всех слов в коде. Давайте для простоты мы будем рассматривать просто оценку в терминах число состояния автомата. Итак, пусть у нас есть однозначный, сильно связанный автомат, недетерминированный, соответственно. как обычно у него множество состояний Q алфавит сигмы и отношение перехода в дельта большой, в нем N состояний. Снова же по аналогии с случаем детерминированных автоматов мы можем спросить, какова длина кратчайшего мортального слова для такого автомата, если такое мортальное слово существует. значит, если существует мортальное слово для А, тогда существует мортальное слово длины О большое от N в пятой. это результат Кифера и Масква этого года. Это довольно серьезный прорыв. как мы видели, в случае, когда мы оцениваем длиной самого длинного кодового слова, у нас во многих случаях разрыв между тем, о чем говорят гипотезы, о чем говорят нижние оценки, и лучшими известными верхними оценками, он экспоненциальный. В этом случае до, соответственно, до вот этого результата, до вот этой оценки от N в пятой тоже не было известно никакой полиномиальной оценки. Соответственно, это первая известная полиномиальная оценка на размер кратчайшего мортального слова в однозначных сильно связанных автоматах. Это, с одной стороны, довольно нетривиальный результат, с другой стороны, техника его доказательства довольно-таки показательная, поэтому я про него расскажу подробнее. Мы будем строить... Значит, давайте я напомню, что мы умеем... У нас мы обсуждали полиномиальный алгоритм проверки того, что существует такое мортальное слово, но этот алгоритм проверки не давал никакой оценки на длину такого слова, соответственно, все, что можно было делать, это просто перебирать. Если мы можем проверить, что в автомате действительно есть мортальное слово, если оно есть, то затем с совершенно глупым экспоненциальным алгоритмом мы можем просто перебирать все слова по очереди, и если мы уже, например, знаем, что существует слово полиномиальной длины, то за экспоненциальное время мы его найдем. На самом деле можно его найти за полиномиальное время, то есть доказательство этой верхней оценки, оно будет конструктивным, оно будет шаг за шагом строить такое слово. Давайте начнем с небольшого количества определений. Мы будем называть… У нас есть некоторое подможество состояний S, и S называется код достижимым. Если существует состояние, которое по некоторому слову переходит во все состояния в S. Я буду для краткости обозначать все состояния, по которым можно перейти из состояния Q по слову W через Q.W. Соответственно, это все состояния P, такие, что Q, W, P. Это такие, что существует переход по слову W из Q в P. И наоборот, я буду обозначать Q и слева точка W. W – это все состояния P, такие, что по ним существует переход из состояния P в состояние Q. Итак, значит, множество состояний называется код достижимым. Если существует некоторое общее состояние, такое, что по слову W мы из этого состояния можем перейти в каждое множество из состояния S. И двойственное этому определение – это определение сливаемого множества. Соответственно, двойственное в том смысле, что мы просто переворачиваем все стрелки. То есть для этого множества состояний существует такое состояние Q, что по некоторому слову W мы можем из каждого состояния S перейти в состояние Q. Соответственно, мы будем доказывать утверждение для код достижимых состояний. И просто переворотом всех стрелок мы будем получать аналогичное утверждение для сливаемых состояний. Давайте заметим, в частности, что если мы перевернем все переходы в однозначном автомате, он останется однозначным. Потому что определение однозначного автомата говорит, что у нас для любой пары состояний и слова, которое помечает путь из первого состояния во второе, такой путь всегда не более чем один. Соответственно, если мы перевернем все переходы, у нас снова же это определение будет выполняться. Итак, первая лемма, которая нам понадобится, звучит следующим образом. Для любой пары состояний. Значит, пусть у нас есть два состояния Q и Q' Q', которые являются кодостижимыми. Тогда существует слово длины не более чем 1 вторая n плюс 1. Так, на n минус 1, кажется. Да, n минус 1 такое, что оно помечает переход из Q в самого себя и из Q в Q'. Давайте мы такое слово будем обозначать через W, Q, Q'. Поскольку у нас автоматы однозначные, но все-таки недетерминированные, у нас возможно, что из одного и того же состояния мы попадаем в несколько разных состояний по одному и тому же слову. Главное, чтобы мы не попадали несколькими разными путями в одно и то же состояние. Итак, лемма 1 говорит о том, что если у нас есть пара состояний Q и Q', кодостижимых, то есть достижимых по некоторому слову V из некоторого состояния P, то существует некоторое другое слово, достаточно короткое, длины не более чем квадрат от числа состояний. Такое, что эти состояния не просто кодостижимы, но кодостижимы из самого состояния Q. Итак, пусть у нас есть некоторое состояние P, такое, что по слову V мы переходим в состояние Q и Q'. Это определение как раз кодостижимости наших двух состояний. Теперь, поскольку наш однозначный автомат сильно связен, у нас существует слово U, которое переводит Q обратно в P. Таким образом, у нас существует слово U, V такое, что наша картинка как раз-таки соответствует тому, что нам и нужно. Пока без ограничения на длину слова U, V. Мы просто выяснили, что существует слово, которое переводит состояние Q и в себя самого, и в состояние Q'. Теперь нам нужно получить верхнюю оценку на длину самого короткого такого слова. Это делается конструкцией, которая очень похожа на конструкцию квадратичного автомата. Только теперь мы вместо того, чтобы сопоставлять автомату, сопоставлять состоянием пары состояний, мы построим автомат на подмножествах размера 2 и 1. То есть мы построим некоторый автомат, давайте назовем его S' от A, у которого множествами состояний будут всевозможные подмножества размера 2 и размера 1 исходного автомата. Переходы же у нас будут строиться следующим образом. Если у нас есть два состояния, одно из которых соответствует подмножеству QE, QG, и второе QE', то мы будем делать переход из первого во второе, если, соответственно, пусть здесь у нас множество P, здесь множество S, если S является подмножеством множества P, к которому применили букву A. То есть к каждому элементу подмножества в первом состоянии мы применяем букву A, смотрим, куда они переходят, потенциально оно переходит в какое-то, возможно, большое количество состояний. Главное, чтобы объединение образов QE и QG при воздействии на них буквы A содержало в себе все двухэлементное множество S. Тогда мы, соответственно, рисуем стрелку из первого состояния во второе с меткой в виде буквы A. Таким образом, мы получаем какую-то конструкцию аналогичную автомату квадратов, но действующую не на упорядоченных парах, а на неупорядоченных. И теперь нам нужен снова тот же аргумент про длину кратчайшего пути. Что мы хотим? Мы хотим найти путь из состояния Q, то есть из одноэлементного подможества в двухэлементное подможество QQ'. Слово UV говорит нам, что некоторый такой путь в этом автомате двухэлементных и одноэлементных подможеств существует, потому что мы его явно предъявили. А раз такой путь существует, то кратчайший такой путь имеет длину, не превосходящую числа всех состояний в нашем автомате таких вот неупорядоченных пар. соответственно мы выходим из... Соответственно, нам нужно посчитать число всех состояний в таком автомате. Это N состояний, которые соответствуют одноэлементным подможествам, и N на N плюс 1 пополам, который соответствует двухэлементным подможествам. Кроме того, из них нам надо будет выкинуть те состояния, которые... Так, нет, никого нам выкидывать не надо будет. Так, прошу прощения, это, конечно же, множество всех состояний. И нам надо будет выкинуть отсюда единичку, потому что длина самого длинного пути будет на единичку меньше, чем число состояний в автомате. Таким образом, мы как раз получаем вот эту вот оценку. Так. Все верно у меня с вычислениями что-то? я... Так. Здесь должно быть N плюс 2. И, соответственно, у нас получается N квадрат плюс N пополам минус 2N. Это как раз будет N квадрат минус 2N пополам N на N минус 2 пополам. Так, что-то у меня с вычислениями не так. А, ну, конечно, я считать не умею. Да, все, теперь все схватится. Значит, получается N квадрат плюс N минус 2 это как раз и есть вот та самая величина N плюс 2 на N минус 1 пополам. Таким образом, мы доказали, что если у нас есть пара кодостижимых состояний, то эта пара кодостижима первого из этих состояний фиксированного словом вот такой вот квадратичной длины. теперь с помощью следующей леммы мы возьмем два состояния Q и Q штрих снова-таки кодостижимых и теперь мы научимся строить такое слово WQ что никакое состояние Q штрих кодостижимое с Q не выживает этого слова WQ что это значит? Это значит, что при применении слова WQ к любому слову Q штрих к любому состоянию Q штрих которое кодостижима с Q мы будем получать пустое множество то есть Q штрих при применении WQ весь образ равен пустое множество и кроме того длина такого слова WQ будет ограничена следующей величиной 1 вторая C-1 на N-2 N-1 здесь C это размер то есть мощность самого большого кодостижимого множества я напомню что в целом мы строим для сильно связанного однозначного автомата слово которое каждое состояние переводит в пустое множество это в отличие от детерминированных автоматов нетривиальный процесс потому что у нас одно состояние при применении какого-то слова может переходить в несколько состояний поэтому мы не можем просто убивать состояние одно за одним поэтому мы более хитрым способом пытаемся контролировать состояние которое мы действительно можем убивать вот в частности если у нас есть некоторое состояние Q мы можем убить все кодостижимые с ним состояния словом длины не более чем кубической от числа состояний разумеется мощность самого большого кодостижимого множества не превосходит числа всех состояний итак что мы будем делать для того чтобы доказать эту лему мы начинаем с слова W которое будет пустым и затем итеративно мы будем делать следующее мы берем образ состояние Q под действием нашего слова W и предполагаем что у нас все еще осталось какое-то состояние Q которое кодостижимо с Q раз оно кодостижимо с Q то мы знаем согласно леме 1 что у нас существует что она что эта пара кодостижимо из Q то есть у нас существует слово W Q Q штрих такое что оно переводит Q в самого себя и оно переводит Q в Q штрих соответственно про вот это состояние мы можем уже забыть у нас это пара кодостижимо прямо из состояния Q и теперь мы мы предположили что это кодостижимо Q состояние Q штрих оно все еще выживает под действием слова W то есть его образ под действием слова W все еще не пустой теперь давайте заметим следующую вещь что образ вот этого состояния и образ вот этого состояния под действием любого слова они не пересекаются почему потому что эта пара состояний у нас кодостижимо и если образ будет пересекаться то у нас получится два разных пути из состояния у нас есть некоторое состояние из которого можно по одному и тому же слову перейти в Q и в Q штрих и дальше если у нас здесь будет пересечение то мы получим два разных пути из этого состояния в общее состояние в образе Q и Q Что будет нарушать тот факт, что автомат однозначный. Это значит, что образы этих двух состояний всегда будут непересекающимися. Что делает наш алгоритм? Он дописывает к слову W слева вот это самое слово Q и Q' получая некоторое новое слово W. Как оно действует? Значит, из Q мы по-прежнему переходим в самого себя и во все те состояния, в которые мы переходили по слову W. То есть образ Q не уменьшается. Кроме того, в образ Q добавляются еще все те, под воздействием уже нового слова W, добавляются все те состояния, которые были в образе Q' под действием W. Соответственно, мы предположили, что вот это подможество не пусто и не пересекается с вот этим подможеством. А это значит, что у нового слова W после дописывания слева W, Q, Q' размер образа увеличивается хотя бы на единичку. Теперь, если у нас все еще есть состояние Q' какое-то, Q2', которое все еще ко достижимо с Q и выживает под воздействием вот этого нового слова, мы повторяем тот же самый алгоритм для этой пары состояний. Таким образом, что мы получаем? Мы получаем, что в процессе на каждой итерации алгоритма у нас образ Q под воздействием нового построенного слова увеличивается хотя бы на единичку. Понятно, что этот процесс остановится, поскольку образ может увеличиться максимум только до величины C, только до размера наибольшего кода стежимого множества, потому что образ любого состояния в автомате — это кода стежимое подмножество. Это значит, что не более чем за C минус одну итерацию мы получим следующую картину. У нас из состояния Q мы попадаем в некоторое код стежимое множество под воздействием слова W, построенного на последней итерации, и никакого другого состояния Q, давайте, два штриха, которое выживает это слово W, не существует, потому что если бы оно существовало, мы бы проделали еще одну итерацию этого алгоритма и увеличили бы еще сильнее образ множества Q. Это значит, что в конце никакое код стежимое с Q состояние не переживает нашего построенного слова W, и кроме того, его длина — это число итераций умножить на длину каждого вот такого слова W, Q, Q штрих, которая из предыдущей лемы у нас не превышает 1, 2, C минус 1, N плюс 2, N минус 1. Таким образом мы доказали вторую лему. До этого момента понятно? Следующая лема, которая нам понадобится. Говорит следующее, что существуют слова Y и Z, такие, что во-первых, никакая пара код стежимых состояний не переживает Z, и кроме того, длина Z не превосходит 1, 4, C минус 1, N плюс 2, N минус 1. Значит, существует такое слово Z, Z вот такой вот длины, теперь у нас уже что-то не более чем четвертой степени, а N стоит справа, что никакая пара код стежимых состояний не переживает Z. То есть существует слово Z, которое убивает все состояния, которые код стежимы. То есть выживают только не более чем по одному состоянию из каждого кода стежимого множества. То есть мы медленно двигаемся к тому, чтобы научиться убивать все состояния в автомате, пока мы вот отделяем только по не более чем одному состоянию из каждого кода стежимого множества. И значит, как я уже говорил ранее, мы будем составлять двойственные утверждения, то есть для слова Y мы переворачиваем все стрелки и получаем, что никакая пара состояний, никакая пара сливаемых состояний не является образом каких-то состояний под действием Y. То есть если мы применим слово Y к множеству всех состояний автомата, то состояние, в которое мы попадем, среди них не будет пары сливаемых состояний. И кроме того, длина Y не превосходит той же величины, только теперь у нас вместо C стоит число M, которое, как можно догадаться, это просто размер самого большого сливаемого множества. значит, что если я докажу первое утверждение, то тем самым я докажу и второе утверждение, потому что оно получается из первого просто переворотом всех стрелок. Теперь мне придется стереть. снова же у нас будет итеративный алгоритм, который будет по очереди убивать состояние. Пусть у нас есть некоторая пара код достижимых состояний P и P' штрих. Я буду опять же конструировать некоторое слово W. На самом первом шаге у меня W это пустое слово. И дальше я к нему буду дописывать слова, теперь уже справа, которые я строил в Леме 2. Значит, в Леме 2 мы научились для каждого состояния убивать все кодостяжимые с ним состояния, теперь мы должны научиться убивать для всех состояний кодостяжимые состояния. То есть здесь мы для какого-то фиксированного теперь мы должны научиться для всех это делать. Для этого что мы делаем? У нас есть какие-то состояния Q и Q' в которые мы переходим по слову W из кодостяжимой пары состояний P и P' и теперь мы к слову W допишем справа слово WQ построенное в Леме 2. Что оно делает? Оно состояние Q переводит в какое-то другое состояние скажем R а все кодостяжимые состояния в том числе Q' оно убивает оно переводит в пустое множество потому что если мы стартуем с двух кодостяжимых состояний применяем к ним какое-то слово W которое они оба переживают то пара в которую мы приходим она снова кодостяжимый очевидным образом и таким образом если мы применим теперь WQ то все состояния кодостяжимые с Q не переживут слово WQ а это значит в частности что состояние P' не переживет слово WWQ потому что любой такой путь будет означать пару кодостяжимых состояний из Q значит таким образом мы будем каждый раз выбирать в образе под действием нашего очередного построенного слова W некоторую пару кодостяжимых состояний и убивать все кодостяжимые состояния с одним из состояний из этого подможества нам нужно показать для начала что такой алгоритм вообще останавливается но это действительно так давайте рассмотрим для этого множество B всех состояний Q таких что существует кодостяжимые свин состояние Q' которое переживает W то есть это все такие состояния которые не одиноки в своей кодостяжимости для которых есть еще какое-то другое состояние которое все еще переживает W и которое кодостяжимы давайте ну и кроме того и Q само по себе тоже переживает W и давайте теперь посмотрим на множество B' это все то же самое только для слова WWQ ну во-первых когда мы дописываем справа какие-то слова к нашему слову W множество состояний которые переживают это новое слово оно разумеется является подмножеством предыдущего более того на самом деле оно собственное подмножество на самом деле это множество хотя бы содержит хотя бы на два элемента меньше чем это множество почему так происходит ну потому что вот у нас мы взяли состояние и мы убили все состояния которые с ним кодостяжимы это значит что мы выкинули хотя бы одно другое состояние отсюда и мы выкинули вот это само состояние потому что с ним теперь нету никаких состояний которые кодостяжимы таким образом B' хотя бы на два элемента меньше содержит чем Если мы посмотрим теперь на эту оценку, то мы увидим, что это как раз-таки оценка на нашу длину слова wq, умноженная на n пополам. Мы проделываем не больше, чем n пополам итераций, поскольку на каждой итерации у нас вот это множество содержит хотя бы на два элемента меньше. И когда мы приходим к пустому множеству вот таких состояний, это значит, что ни для какого состояния нету кодостяжимого с ним состояния, которое переживает это слово. Таким образом, итоговая оценка верхняя получается вот такой. Мы все еще не научились убивать все состояния, но мы уже продвинулись достаточно далеко. Мы научились на самом деле рисовать следующую картинку. Итак, давайте посмотрим. Давайте посмотрим теперь на множество всех состояний, которые переживают z и которые достижимы по y. Опять же, я напомню, что достижимы по y значит, что существует какое-то состояние, которое переходит по y в это состояние. Я утверждаю следующее. Я утверждаю, что под действием y и z для всех состояний, которые одновременно достижимы по y и переживают z, картинка будет вот ровно такой, причем никакие подможества слева не пересекаются, никакие подможества справа не пересекаются. Ну, почему так? Потому что по свойству z никакая пара кодостижимых состояний... Значит, давайте предположим, что у нас есть какое-нибудь пересечение здесь. И мы приходим в какое-то состояние q3. И оно все еще там выживает z. Значит, если оно переживает z, и при этом здесь есть какое-то пересечение, то мы получаем, что q' и qk оба переживают z, что противоречит, собственно, свойству основному z, который мы доказали в предыдущей леме. Это значит, что никакая пара состояний здесь, пара множеств здесь, прошу прощения, не пересекается. Симметричным образом по свойству y никакая пара множеств здесь не пересекается. И более того, верно, даже более сильное утверждение. Никакая пара состояний из разных подмножеств не является кодостяжимой и не является сливаемой. Ровно по тем же самым причинам. Если какая-то пара будет кодостяжимой, мы попадем в какие-то состояния qi и qj, и поскольку они оба переживают z, то мы получим противоречие со свойством z. Аналогично для сливаемости мы получим противоречие со свойством y. Таким образом мы получили пару слов, которые позволят нам гораздо более эффективно манипулировать с однозначным автоматом. Потому что когда мы применяли какие-то слова просто к автомату, у нас каким-то неконтролируемым образом могли образы этих слов увеличиваться, уменьшаться. Некоторые могли умирать, некоторые могли не умирать. Мы в целом не понимаем, что происходит. Здесь мы уже получаем некоторую такую декомпозицию, некоторую такую структуру, которая позволит нам как раз-таки убить оставшееся состояние. Итак, давайте я формально скажу, что никакая пара qi, qj. Так, давайте я формально сначала напишу, что q1 и так далее, qk — это все состояния, которые достижимы по y и переживают z. И теперь никакая пара, как я уже показал, в состоянии qi и qj не является кодостижимой. И то же самое касается, не является сливаемой. Что нам осталось сделать? На самом деле не так уж много. Давайте посмотрим, что происходит, когда мы применяем к какому-то состоянию qi. Теперь под qi я буду обозначать, разумеется, не все состояния автомата, а только состояние из вот этого подножства q1 и так далее, qk. Давайте посмотрим, что происходит с состоянием qi, когда я применяю к нему следующее слово. z из лемы, которую я только что стер. Дальше некоторое слово x, которое пока произвольное. и дальше y, z. Итак, мы стартуем с некоторого qi. Применяя z, мы переходим во все состояния в соответствующем подножке. Затем у нас есть некоторое так, мне стоит перерисовать картинку, чтобы не портить то. У меня есть qi. Мы переходим сюда. И теперь по x я могу либо перейти ни в одно из подножцев слева, и тогда мое слово z, x, y, z будет просто мортальным. Если я не попадаю ни в одно из подножцев, которые дальше по y выживают, то я просто получаю мортальное слово. Это значит, что я должен попасть, чтобы получить не мортальное слово, я должен попасть в какое-то из подножцев здесь. Давайте заметим следующее. Во-первых, я не могу попасть в два разных состояния здесь, потому что это будет противоречить однозначности автомата. Мы переходим здесь какое-то состояние, мы переходим в два разных состояния, и затем снова попадаем в одно и то же состояние. Это значит, что из qi в qj у меня есть два разных пути, помеченных одним и тем же словом. Значит, такой ситуации не случится. Кроме того, не случится ситуация, когда я попаду в два разных подножества, потому что в этом случае я получу, что у меня два состояния из q1 и так далее, qk, они кодостижимы, что невозможно по свойствам слов y и z. Это значит, что всякое такое слово x, примененное после z и до yz, будет переводить меня в одно какое-то состояние здесь, либо же оно будет мортально. Теперь я собираюсь доказать последнюю содержательную лему, которая… какой у нас был номер? Последний, четыре? Третий. Это будет лема четыре, которая говорит следующее. Допустим, что существует слово w, которое мортальное для a. Обратите внимание, кстати, что до сих пор я нигде не предполагал, что у меня существует такое слово. Моя вот эта вот общая декомпозиция, она верна даже в случае, когда у меня автомат не имеет мортального слова. Теперь в первый раз я использую тот факт, что такое слово существует. Итак, пусть у меня существует мортальное слово для a. тогда для каждого i существует слово x длины не более чем n. такое, что qe после применения к нему z, x, y, z равно пустому множеству. Что это значит? Это значит, что мы как раз подходим к финалу нашего доказательства. Мы у нас выжили только состояния, которые в центре, которые попарно не являются ни сливаемыми, ни кодостижимыми. И теперь я покажу, что я могу одно за одним эти состояния убивать. После того, как я убью все состояния здесь, я получу мортальное слово для моего автомата. Здесь нам потребуется довольно классический линейный алгебраический прием, чтобы такое слово построить. Итак, давайте я еще раз нарисую эту картинку замечательно. q1, qi, qk. И через е я обозначу характеристический вектор, вектор строку вот всех состояний, которые есть хотя бы в одном множестве слева. то есть это все состояния π такие, что после применения к ним y мы попадаем в qi. то есть существует такой ай, что после применения к такому состоянию слово y мы попадаем в какое-то слово из q1 и так далее, qk. Под f я буду обозначать все то же самое только для состояний, которые входят в подможество справа. то есть у меня есть состояние q такие, что существует i, что qi после применения z приходит в состояние q. То есть это просто векторы, у которых да, я, конечно, должен сказать, что теперь я должен построить какой-то общий порядок на множестве всех состояний, чтобы поставить соответствие вектора. все эти векторы, разумеется, будут из rn. То есть это векторы с n компонентами, где и t компонента равна единице, если элемент входит в подможество, и нулю, если не входит в подможество. Так, много места заняло. Теперь давайте вспомним, как мы сопоставляли буквам автомата матрицы. У меня есть, опять же, некоторый общий порядок на множестве всех состояний, и матрица, соответствующая некоторой букве А из сигма, имеет в итом столбце, в этой строке же итом столбце элемент 1, если у меня так, q плохо, давайте, давайте этот общий порядок обозначать через p1, так далее, pn, и, соответственно, если пи и т переходит по букве А в пи жи т, таким же образом у нас каждому слову соответствует матрица, которая просто является произведением матриц, соответствующим буквам, и произведением матриц, соответствующим словам, соответствует просто матрице, которая соответствует конкатенации этих двух слов. теперь я буду смотреть на следующее выражение, я буду смотреть на выражение E, M от X, F транспортирование. Что это такое? Мы берем все состояния, которые входят хотя бы в одно подморство слева, применяем к ним слово X. Прошу прощения, я перепутал. Значит, F это состояние, которое входит в подморство слева, а E это состояние, которое входит в подморство справа. То есть я собираюсь делать вот то, что я уже рисовал. Я перехожу по слову Z в какое-то состояние здесь, и затем применяю слово X. Итак, значит, я беру характеристический вектор, то есть я беру все состояния, которые входят в какое-то подморство слева, вот это объединение этих подморств, я применяю к ним ко всем слово X, соответственно, я получаю какие-то состояния слева, возможно, из этих подморств, возможно, нет, это у нас на самом деле подморство одного и того же множества состояний, разумеется, но картинка вот именно такая, что я перехожу в какие-то состояния здесь, возможно, в какие-то, которые не участвуют в этой картинке, и затем умножая на характеристический вектор F, я смотрю просто размер пересечения образа E под действием X, то есть если я через E большое обозначу множество всех состояний, которые входят в правое подморство и применю к ним X, то затем я смотрю на размер пересечения с множеством F. вот эта вот запись, это вот выражение как раз и дает нам число состояний в этом пересечении. Я утверждаю, что, ну, во-первых, у нас E и F это 0,1 векторы, M от X это 0,1 матрица, значит, результат, который мы будем получать, это некоторое целое число, целое, неотрицательное число. Я утверждаю, что на самом деле это выражение не превосходит единички. Потому что у нас автомат однозначный, а каждый элемент M от X это просто число путей из PI в PG. Если у нас путей хотя бы два, то автомат неоднозначный. А, число путей, помеченных одним и тем же словом. Значит, допустим, это неправда. Допустим, у нас E M от X F транспонированные хотя бы два. Тогда что это значит? Это значит, что у нас существуют какие-то два состояния в нашем E большое. Такие, что под действием X они переходят в какие-то два состояния в F большое. Так. извиняюсь, я неправильно ввел я. Я делал все симметрично, на самом деле надо делать не симметрично, а именно значит, вектор F я ввел правильно. Это характеристический вектор всех подмножеств слева. Но что мы хотим делать? Мы хотим научиться убивать одно конкретное состояние вот из центра. для этого мы зафиксируем это состояние и в качестве E мы возьмем характеристический вектор образа этого состояния под действием Z. То есть здесь у нас, если здесь у нас существует какое-то G, то здесь у нас вот это вот I, оно фиксировано. Иначе, разумеется, это выражение может быть равно чему угодно. Итак, значит, у нас есть зафиксированное QI, то есть мы смотрим на все состояния, ну, все, что я сказал, остается тем же самым. Мы смотрим на все состояния здесь, смотрим на их образ под действием X и смотрим на пересечение этого образа с всеми состояниями, которые входят в подмножество слева. Если у нас эта величина хотя бы 2, это означает, что у нас есть два разных состояния, которые переходят в какие-то состояния слева, быть может, в разных подмножествах, потому что F у нас это характеристический вектор всех подмножеств. Но, тем не менее, что это означает? Это означает, что мы, начиная с QI, попадаем в эти два разных состояния и затем либо мы попадаем в одно и то же подмножество и тогда мы получаем противоречие с тем, что у нас автомат однозначный, либо мы попадаем в разные подмножества и это означает, что QI, что какие-то два состояния в центре являются кодостижимыми, что невозможно по построению YZ. Значит, такая ситуация невозможна и действительно мы доказали, что такая вот величина не превосходит единицы. Что нам нужно? Нам нужно найти такое слово X длины не более чем M. Ну, об этом позже. Но в целом нам нужно найти такое слово X, которое все состояния здесь переводит в состояния, которые не входят в подмножество слева. То есть у нас есть еще какие-то здесь состояния, которые не переживают Y, например, и нам нужно все эти состояния перевести только в такие состояния. для этого давайте мы рассмотрим следующий вектор строку. Мы берем строку E, умножаем на матрицу M от X для некоторого слова X, пока нам неизвестного, получаем снова вектор строку длины N. И дальше в качестве последней компоненты N плюс первой записываем еще единичку. Давайте рассмотрим векторное пространство V, которое порождено всеми такими векторами для всевозможных X из Сигма со звездой. Н. там R? О, да, спасибо. Я как раз собирался написать, что там N плюс один, элементы забыл. Значит, что из себя представляет это пространство? Это некоторое подпространство собственное R N плюс один. Ну, собственное, разумеется, потому, что у него последняя компонента единичка. И как оно выглядит? Это на самом деле наименьшее векторное подпространство, которое содержит E1, вот такую строку, и замкнуто относительно умножения на матрице M от А для всевозможных А из сигма. То есть, как его получить? Мы стартуем вот такого вот одного вектора и начинаем его умножать на матрице M от А для всех букв А. И в какой-то момент этот процесс становится, в какой-то момент мы получим всевозможные вот такие вот все вот это вот подпространство, точнее, мы получим базис этого подпространства. давайте я скажу об этом сейчас подробнее. А именно, процесс у нас будет следующий. мы начинаем с нашего вектора и затем смотрим на подпространство им порожденное. Теперь мы перебираем все буквы А из сигма, все такие буквы, и смотрим, правда ли, что какой-либо вектор вот такой, давайте обозначим это V1 не входит в V1. Утверждение следующее. Если все такие векторы уже входят в V1, то мы породили все подпространство, порожденное всевозможными словами. Потому что когда мы дописываем А в конец, пока мы начали с пустого слова, когда мы дописываем А в конец, если у нас для всевозможного, всевозможных способов дописать одну букву в конец слова пространство не расширилось, то дальше оно точно так же не расширится, потому что собственно следующее, что мы сделаем, это снова допишем все тот же набор из каждой всевозможной одной буквы. Это значит, что мы просто итеративно будем строить базис нашего подпространства. Мы начали с этого вектора, теперь добавили сюда этот, и на очередном шаге мы перебираем все векторы в нашем подпространстве и находим такое слово V в базисе. Ну, то есть у нас слова естественным образом соответствуют как раз базисным векторам. Такое слово V, что E M от V A 1 вот такая строка не лежит в очередном V штрих для некоторой буквы A. Мы находим такую букву, добавляем в базис и итеративно мы строим базис этого подпространства. Оно у нас имеет размерность не более чем N. А это значит, что размер базиса разумеется тоже не больше чем N. Но что еще важнее, поскольку на каждом шаге этого алгоритма мы дописываем не больше чем одну букву в конец, то все слова, которые соответствуют базисным векторам, имеют длину не более чем N. Таким образом мы построили некоторый базис, состоящий из коротких слов, для этого подпространства. Теперь мы наконец-то используем тот факт, что существует мордальное слово для автомата. А именно, давайте заметим, что если W0 это мордальное слово, то E M от W0 F транспонированное равно нулю. Значит, вот это выражение вообще для любого W0 может принимать только два значения, 0 и 1. Вот это слово, поскольку оно мордальное, берет все подмножество соответствующей IQI и переводит его куда-то в состояние, которое все не переживают YZ дальше. Это значит, что размер пересечения с F будет 0 и значит произведение будет нулевым. Что это значит? Это значит, что вектор так, сейчас боюсь запутаться, что наше пространство V не ортогонально а вектору F минус 1. Вот для этого мы как раз таки и добавляли вот эту вот единичку в конец. Теперь мы можем увидеть, что существует некоторый вектор E M W 0 1 такое, что при умножении на F минус 1 транспонированное у нас получается единичка. У нас получается единичка. А это значит, что потому что у нас здесь будет плюс 1 секунду. А, да, спасибо. Получается, в общем, не нулевое значение, что нам принципиально. Значит, эти два вектора у нас не ортогональны, и этот вектор лежит в подпространстве, порожденным всевозможными словами, потому что слово W 0 среди них тоже есть. А значит, раз все, раз вектор не ортогональны всему подпространство V, то существует базисный вектор, которому он тоже не ортогонален. То есть существует некоторое слово W давайте я просто напишу из базиса, видимо, из нашего конкретного базиса. А такое, что у нас выполняется то же самое. теперь мы вспоминаем, что в базисе лежат слова длины не больше, чем n каждая, и это значит, что у нас существует базисное слово, которое мы можем взять в качестве x. Как раз верно ровно то, что такое слово при взятии z, x, y, z переводит qi в пустое множество. Таким образом мы научились наконец-то убивать по одному состоянию в центре. Нам осталось только применить эту возможность. Мы выяснили, что все наше подпространство не ортогонально вот этому вектору. оно длины не больше, n. И то, что мы искали, это ровно такое w, которое будет убивать наше состояние, то есть у которого здесь не единичка, а нолик стоит. А нолик здесь, это как раз таки означает не нолик здесь, потому что мы делали вот этот трюк с переводом единички. И значит это слово как раз таки будет все вот это подможество переводить куда-то, что не пережил. Осталось только применить итеративно по очереди к каждому состоянию из центра такие слова, и алгоритм будет выглядеть следующим образом. Мы стартуем со слова YZ и теперь для каждого QI, которая все еще переживает слово W, YZ строим соответствующее слово XI YZ то есть мы дописываем в конец нашего слова W слово XI соответствующее которое мы строили в лени 4 давайте мы здесь поставим как раз таки индексы и дописываем снова YZ таким образом мы будем строить все более длинное слово понятно что если мы дописываем что-то слева или справа к слову YZ то картинка которая будет получаться она будет подможеством этой картинки у нас все еще будут получаться какие-то подможества которые все еще никакие два состояния не кодостижимы не сливаемы и так далее плюс возможно какие-то слова будут либо влево либо вправо убивать какие-то состояния в центре то есть мы получим какое-то подможество состояний в центре осталось оценить длину такого слова то есть на выходе мы сделаем не больше чем k итераций мы начинаем со слова YZ соответственно длина итогового W не превосходит длины YZ плюс затем k раз мы применяем слово длины не более чем n плюс снова таки слово длины YZ это равно kn плюс n плюс YZ а прошу прощения плюс YZ умножить на k плюс 1 что осталось сказать если провести все вычисления аккуратно до сих пор я проводил все вычисления точно в том смысле как они происходят в результате у Кифра и Москва если чуть-чуть дальше еще провести вычисления аккуратно можно получить верхнюю оценку n в пятой без всяких о большое но поскольку поскольку там дальше совершенно технические вещи начинаются то мне будет достаточно показать что эта оценка это о большое от n в пятой и я это уже получу давайте вспомним что ограничения на длину YZ у нас были o от n в четвертой k у нас это тоже o от n k плюс 1 не превосходит n плюс 1 значит вся эта величина равна o от n в пятой таким образом мы доказали что для любого сильно связанного однозначного автомата существует мортальное слово длины не более чем o от n в пятой более того давайте теперь вспомним как это происходило и поймем что это не просто доказательство верхней оценки это на самом деле конструктивный алгоритм который строит такое слово значит сначала мы научились находить для пары кодостяжимых состояний короткое слово которое делало их кодостяжимыми из первого из этих состояний в паре это делалось просто с помощью аналога квадратичного автомата соответственно это просто поиск по графу дальше мы итеративно строили такие слова это просто напрямую строится тоже за полиномиальное время затем мы строили слова y и z тоже алгоритмом который я предъявлял для построения слова x i все что мы делали это мы итеративно строили базис дописывая по одной букре что тоже происходит за полиномиальное время и в конце мы опять же итеративно с помощью очень простого алгоритма строили итоговое слово таким образом все шаги конструктивны и у нас получается что есть полиномиальный комбинаторный алгоритм который строит это слово а в том числе это значит что он проверяет является ли существует ли мортальное слово для автомата уже комбинаторным способом к сожалению за очень большое время разумеется время работы алгоритма не меньше чем от n в пятый поскольку поскольку в худшем случае он строит такое слово что напоследок можно сказать значит этот результат это еще раз повторюсь результат Кифро и Маскова который вышел на стакс 2019 подробнее про синхронизирующиеся автоматы можно узнать начать узнавать например из очень хорошего обзора Волкова синхронизирования автомата из-за черной конъюнктуры который вышел на лата 2008 и кроме того сколько-то лет назад в компьютер сайенс клубе был курс Михаила Владимировича Волкова как раз посвященный синхронизируемым автоматам в котором эта тема рассматривалась гораздо более подробно и собственно видео этих лекций доступны на этом у меня все сайенс клубе